Мы как раз и говорили, что мы заново пересматриваем роль государства. Мы не говорим, что мы движемся в части только рыночных механизмов. Мы говорим о том, что за 30 лет роль государства в реализации этой статьи было совсем иной, и мы не смогли создать инвестиционное поле, которое, вы когда приводили пример, что 60% идет только на самообеспечение, поддержание, мы не создали новые точки роста. И поэтому мы говорим, что теперь государство должно создать новые точки роста, и эти новые точки роста должны исходить из новой народохозяйственной модели. Теперь каждый из нас становится частью этой большой народохозяйственной модели, и мы, с учетом того, что за 30 лет выстроена система, должны, как вы правильно сказали, за короткое время поставить на новые рельсы новую экономику. Новая экономика, она интересна в плане того, что каждый из нас участвует в этом, мы обеспечиваем прозрачность, мы обеспечиваем общее принятие решения, но через правильные институты государственных инструментов. Поэтому мы с вами много обсуждали и сказали, какие новые государственные инструменты должны появиться. И один из таких важных инструментов, который мог бы быть хорошим для нас резервом и источником роста, мы говорим про национальный фонд. Да, вот я для начала разговора хочу сказать, что, ну, что называется, время подошло. Вот эта поправка в Конституцию насчет того, что земля и недра принадлежат народу, она не случайна. Я хочу надеяться, что она не случайна, и очень хочу надеяться, что ее удастся реализовать. Ведь подходит к концу, объективно подходит к концу, еще не конец, но уже близко, та парадигма, и не только вот чисто там законодательная, организационная, но и та, которая в головах сидит, вбита в головы. Та парадигма, которая родилась где-то лет 30 назад, сформировалась перед началом тучных лет, и мы сейчас в ней живем, вот она, что называется, заканчивается. У нее уже подходит к исчерпанию ее позитивный ресурс. И перечисляю показатели, почему, где ресурс этот заканчивается. Первое, это платежеспособность населения. Она кошмарно низкая. У нас даже по официальной статистике, в среднем на круг все казахстанские семьи тратят на еду, можете себе представить, только на еду большую половину своих бюджетов. Ну, а кроме того, при такой платежеспособности, какая к черту развитие внутри Казахстана, там малого, среднего бизнеса, если кроме питания и денег ни на что нет. Это первое. Второе, страна уже не сводит с плюсом свой внешний платежный баланс. А почему? Мы же сырьем торгуем очень даже бойко. Ну, не мы, иностранные сырьевые экспортеры, но тем не менее, от имени Казахстана же идет эта торговля. Очень бойко торгуем. У нас очень-очень неплохое положительное сальдо в торговле сырьем. Но за счет того, что мы набрали иностранных инвестиций, правительство же гордится, что чем больше иностранных инвестиций, тем лучше. А на них же надо вывозить доход. Инвесторы забирают доход. И вот уже несколько лет, как приход иностранных инвестиций, меньше, чем вывод доходов на эти самые иностранные инвестиции. И в результате, как бы бойко мы не торговали сырьем, у нас вывоз валюты на доходы от иностранных инвестиций и еще, внимание, на обслуживание внешнего долга, а мы набрали громадный внешний долг, соизмеримый с национальным ВВП, вот этот вывоз больше. Соответственно, у нас платежный баланс в минусах. А это что значит? Это, ну, как минимум, проседание тенге, давление на девальвацию тенге. Вот. И плюсом еще сюда идет то, что последние несколько лет произошло ранее небывалое. С внешних рынков, а мы сугубо завязаны с внешних рынков, мы импортируем все, что не производим, пошла инфляция. Никогда не было ни с американскими, ни с европейскими, ни с китайскими товарами по дорожанию из-за инфляции. Сейчас, чем больше идет время, тем выше эта инфляция. Сейчас клади процентов по 10 удорожания стоимости всего импорта с любых сторон. Вот. Оно накладывается вот на это самое понижение платежеспособности. То есть, короче говоря, заканчивается вот эта парадигма, и поэтому нам надо, ну, помимо того, что надо как-то все-таки поддерживать и эту ситуацию, нельзя же просто говорить, это уже не работает, мы это бросаем, уходим и начинаем строить с нуля. Нет, это тоже надо поддерживать, как-то улучшать, но тем не менее, надо выдвигать, убеждать людей, подыскивать под это кадры и начать выстраивать новую экономику, в том числе и в первую очередь с переосмыслением роли государства в этой экономике. Мы не увидели, на самом деле, у других партий или у кого-то, как они собираются завтра бороться с этой инфляцией. И вот я сторонник того, как вы говорили, чтобы мы могли целевым образом определить те основные базовые виды, которые продукции, которые нужны сейчас в первую очередь. Вот Китай, когда занимался вопросами денежно-кредитной системы, создание новых кооперационных связей, вот в 84-86 году, они создали специальную такую стратегию по поддержке средств производства. Вот там была двухколейная система цен по поддержке средств производства. И буквально за два года эта система показала, что можно регулировать цены, которые позволят, а, средствам производства быть доминирующими, не быть только сырьевым придатком, и второе, создать правильную систему взаимодействия. Вот весь отраслевой подход и структура экономики, благодаря вот таким ценовым, стимулирующим подходом создают правильную структуру экономики. Вот смотрите, ведь сейчас на самом деле в мире происходит, ну просто невероятное, ну вот, пожалуйста, братоубийственная война на Украине, можно было вообще вообразить что-то подобное, хотя бы еще год назад. А дальше будет еще в этом смысле накручиваться потрясающие события. Мир делится, он расходится на крупные блоки и прежде всего валютные блоки. Вот эта вот инфляция, которая приходит к нам и утопит нас в ценах, и правительство не знает, что с этим делать, это же мы с этим бороться не можем. Мы можем это просто видеть и признавать, что если на китайском, на европейском, на американском рынке под 10 и больше процентов дорожают товары, а мы своих не производим и это все покупаем, то мы покупаем и всю эту инфляцию и с этим что-то надо делать. И соответственно у нас стоит важнейший вопрос, как управиться с внутренними ценами и на что опирать национальную валюту тенге. Мы открываем конституцию, где говорится, что земля и недра принадлежат народу, и мы говорим, так тенге надо опереть на эти самые природные принадлежащие ресурсы, народу ресурсы, потому что их будут покупать. Какой бы кризис ужасный не был в мире, нашу нефть, черные цветные металлы и уран покупать будут. А значит, мы должны ставить вопрос, кроме национального контроля над экспортом этих природных ресурсов, ну хотя бы через национальный фонд мы про это поговорили, мы должны ставить вопрос, что вообще эти ресурсы надо продавать за тенге, за национальную валюту, и по-хорошему именно в этой национальной валюте и определять цены. Тогда, если мы привяжем нашу тенге к нашей нефти, к нашему железу, к нашей меди, к нашему цинку, к нашему урану, в международном смысле, к международным ценам, и если мы внутри страны, благодаря правильной политике правительства, привяжем тенге к стоимости киловатт-часа, к стоимости литра масла подсолнечного, литра молока, килограмма баранины, и еще тонны цемента, строительной арматуры, ну можно перечислить еще параметров 20 таких точек стабилизации, вокруг которых должна и крутиться вся экономика. Пожалуйста, малый и средний бизнес, свободные цены, предпринимательство, это все пожалуйста, но государство должно обеспечить стабильность цен в этих точках. Кстати, ГСМ, литр бензина, литр соляры, это тоже должен быть, в экономике должна быть привязка, и деньги должны опираться на эти деньги, на эти цены, и получается так, что и национальная валюта приобретает мощную опору и внутри страны, и снаружи страны, и сама экономика, как каркас, получает некие ценовые соотношения, вокруг которых все и остальное может крутиться. Вот ключевая задача того правительства, которое вообще надо создать. Вот Китай этим путем и пошел, и вот в 84-80-х годах они сумели добиться, во-первых, изменения структуры экономики, и создали правильные ценовые пропорции, которые дали толчок всем реформам. Вот. И эти реформы надо делать безотлагательно, и тот же опыт Польши, когда злотый в системе вот 27 стран Евросоюза сумел найти свое место. Мы сейчас тоже говорим о том, чтобы доля тенге была больше, мы долго говорили о дедолеризации, и в целом мы не пришли к этой схеме. Но вот эта новая статья Конституции как раз и позволяет нам создать эту систему и явно влиять на инфляцию. Потому что не найдя таких инструментов, мы будем дальше быть просто в зависимости от курса валют соседних стран, но и в целом мы не создаем свою нишу и точки роста для нашей экономики. Если мы внутри Казахстана не справимся с ростом цен, то не удержится не только правительство, вообще ничто не удержится. А для того, чтобы справляться с ростом цен, я повторяю, государство должно вернуться в экономику, правильно опереть национальную валюту на правильные точки. И само государство должно взять на себя ответственность за соблюдение главных балансов в этой экономике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok